Здравствуйте! Сегодняшнее наше видео посвящено теме врастания волос после процедуры депиляции. Различают два основных вида врастания. Это сухое врастание по типу колготок и врастание воспалительного характера. Сухое врастание сопровождается гиперкератозом и волос плотно прилегает к коже и его невозможно удалить. Врастание воспалительного характера обычно сопровождается различными воспалительными процессами в устье фолликула. Оба этих вида возникают по ряду причин. Прежде всего, это предрасположенность к врастанию. Вторая причина – это наличие воспалительного процесса в организме любого. Третья причина, самая распространенная – это ношение узкой синтетической одежды. Существует мнение, что причиной врастания может быть способ удаления волос. Но это неправда. Как правило, это пренебрежение уходом за кожей после процедуры. Для того, чтобы избежать этой проблемы, стоит соблюдать некоторые рекомендации. Прежде всего, нужно правильно подготовиться к процедуре. Для этого отскрабируйте кожу за сутки до ее проведения. Для этого подойдет скраб «Энергия обновления» из серии «Борикия». После процедуры рекомендуем носить свободную хлопковую одежду. Это поможет избежать врастания и раздражения. В течение всего времени между процедурами дополнительно увлажняйте кожу и ухаживайте за ней. А также защищайте и увлажняйте кожу весь период между процедурами депиляции. Также для профилактики врастания можно использовать энзимную пектиновую маску. Но не раньше, чем в сутки после проведения процедуры депиляции. На сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, жмите на колокольчик, чтобы получать информацию о следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...